В России предложили ввести алименты на детей до 20 лет. Соответствующий законопроект, увеличивающий возраст ребенка, на которого родители выплачивают алименты, обсуждается в Государственной Думе Российской Федерации. Напомним, сегодня выплаты осуществляются на детей вплоть до их достижения 18-летнего возраста. И пока говорить о том, что все родители добросовестно исполняют свои обязанности, к сожалению, не приходится. Так, по данным регионального управления службы судебных приставов, в Тверской области долг нерадивых родителей, игнорирующих обязанности по содержанию собственных чад, составляет почти 2 миллиарда рублей. Какая работа ведется со злостными должниками и как улучшить ситуацию с выплатами алиментов, об этом в нашем сюжете. Жительница Твери Екатерина, имя героини изменено по ее просьбе, мать-одиночка. Два года назад она развелась с мужем после 10 лет совместной жизни. У женщины остались двое маленьких детей, 5 и 7 лет. Однако бывший супруг помогать финансово в их воспитании не захотел. Алименты он отказывался платить. Соответственно, я обратилась в суд с заявлением. Суд направил решение в службу судебных приставов. Когда к ситуации подключились приставы, позиция горя отца по отношению к своим детям поменялась. Он начал выплачивать алименты. Впрочем, пример нашей героини скорее исключение из общего правила, когда речь идет о нерадивых родителях, которые игнорируют свои обязанности по содержанию собственных чад. Так, только за прошлый год в Твере и Калининском районе было составлено более 240 протоколов по факту уклонения от уплаты алиментов. А с начала 2021 года таких протоколов уже 72. В отношении особо злостных неплательщиков возбуждаются уголовные дела. В этом году возбудили уже 22 уголовных дела в отношении злостных неплательщиков. В том году у нас было возбуждено 96 уголовных дел. По 10 уголовным делам у нас уже вынесены приговоры. Значит, по приговорам судам людям назначены исправительные работы. Общий же долг нерадивых родителей Тверской области, игнорирующих обязанности по содержанию собственных чад, на сегодняшний день составляет почти 2 миллиарда рублей. Только в этом году судебные приставы Верхней Волжье взыскали свыше 38 миллионов рублей по исполнительным документам о взыскании алиментов. Побуждать неплательщиков выполнять свои родительские обязанности помогают применяемые сотрудниками службы меры принудительного исполнения. Например, ограничения в праве на управление транспортным средством, запреты на регистрационные действия и арест имущества. Так, на сегодняшний день в праве на управление транспортным средством ограничено более 900 должников. Серьезная работа ведется и на законодательном уровне. Не так давно, к примеру, в Государственной Думе предложили ввести алименты на детей до 20 лет. По задумке авторов нововведения, речь идет о тех случаях, когда ребенок достигает совершеннолетия и с точки зрения закона является дееспособным, а на деле еще не получил среднее общее образование. Мы знаем, что дети у нас обучаются 11 лет в школе. Есть те, кто поступает в школу в 7 лет и в 11 лет. Еще не оканчивают школу и не получают среднее общее образование. В приводе слова первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой, Рамблер. Еще дальше в этом вопросе недавно пошел Верховный суд Российской Федерации. В частности, он разрешил штрафовать алименщиков за неполные выплаты. В проекте постановления ВС указано, что, цитата, «лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». На практике граждане нередко занижают размеры алиментов, выплачивая минимальные суммы, надеясь таким образом избежать привлечения к ответственности. Подготовленные разъяснения Верховного суда закрывают подобную лазейку. Приводят слова председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева «Российская газета». Возымеют ли действия эти и другие меры, применяемые государством в отношении горе-родителей, как говорится, покажет время. Тем не менее, уже ясно, что если тенденция увеличения числа неплательщиков алиментов продолжит расти, то бремя содержания детей из неполных семей может лечь на государство. А в сложных экономических условиях это может стать огромной нагрузкой на бюджет страны. Поэтому возможно, что вскоре мы узнаем о новых инициативах по совершенствованию федерального законодательства.